Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 июня. Вот сегодня с утра я высадила огурцы. Хотела сразу вам рассказать, но тут погода испортилась. Смотрели, наверное, у нас был ужасный дождь, град. И смотрите, вот после того, как я высадила огурцы, я хочу сказать, что вопросов по огурцам нисколько не меньше, чем по томатам. Очень-очень много и различных всяких. На каком расстоянии высаживать? Как определить дату, когда можно высаживать в открытый грунт? Ну вот это я имею в виду, считаю вот это открытым грунтом, потому что у меня это вот сооружение приравнено к открытому грунту, потому что открыты двери, нет дверей вообще. Потом, чем заправлять лунки? Потом, когда начинать подкармливать? Все это вопросы, которые очень интересуют наших начинающих огородников. Подождите, по-моему, еще я во время бури снимала, по-моему, мокрый объектив. Ну вот, начну все по порядку. Конечно, это темы разных видео, и в одно видео не нужно ни в коем случае все это соединять. Начну с того, на каком расстоянии высаживать огурцы. И здесь так же, как в случае с томатами, нет, что-то показалось, кто-то там идет, нет однозначного ответа, потому что это зависит и от сорта, и от условий выращивания, от того, самое главное, как вы их будете формировать. Или они у вас будут в горизонтальном, вот так врастил. Ну вот, бывает, некоторые просто высадят в грунт и больше ничего не делают, и они расползаются. Или они будут в вертикальном исполнении, вот здесь, как у меня, по шпалерной сетке тянутся. Про сорта скажу совсем немного. Все, кто выращивают гибриды, они знают, что гибриды больше, чаще всего все формируют в один ствол, в один стебель. Вот он тянется, 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 и он в каждой пазухе, там помного огурцов, и люди не заморачиваются, убирают все лишнее, все. Ну и тогда, в этом случае, можно сделать расстояние прям минимальное. Вот рекомендуется 40 сантиметров, но можно и 30, это все зависит от того, мощное ли растение такое. Есть вот такие здоровые, с огромными мясистыми листьями, им потребуется немножко побольше расстояние. И вот смотрите, если он один, это одно будет расстояние. Если вы будете, есть же вот такой классическая форма формирования, ну как рецепт формирования, то есть внизу в пазухах в четырех ослепляют, а потом начинают пасынки вправо, влево, вправо, влево, там какое-то расстояние и прищипка, какое-то расстояние и прищипка. И он весь огурец будет во все стороны, вот так вот как ручонки раздвинет, и значит ему расстояние нужно будет чуть побольше, даже при вертикальном вот таком способе выращивания. А что уж говорить тогда о горизонтальном. Вот у меня здесь еще, конечно, немножко не прибрано, но я все равно вам сейчас вот визуально покажу. Вот у меня тут в один ряд, у меня в один ряд, у меня тут примерно я мерить, конечно, не буду, но сантиметров, наверное, 40 есть. И так как они в один ряд, я могу их не очень разреженно делать. А если вот когда в открытом грунте люди делают обычно вот такую грядку и в два ряда высаживают, тогда уже смотрите, между этими вот в длину 40 сантиметров, но между вот этим крайним и следующим рядом уже рекомендуется оставлять метр, а то и больше. Если длинноплетистые, они же будут расползаться в эту сторону, в ту сторону, они будут все вот здесь вот, все дорожки, все захватят. И вот послушав это видео, я, конечно, не буду удлинять сильно, вы поняли, что перед тем, как высадить и наметить какое-то расстояние между огурцами, вы должны уже точно знать, как вы их будете потом формировать, куда они у вас пойдут, или в высоту, тогда можно почаще, или они пойдут в длину по земле, тогда нужно расстояние вот здесь больше между рядами. И, конечно, все зависит от сорта. Вот у меня сорт Зазуля там, в той теплице для раннего урожая, он именно чисто тепличный, и он прекрасно растет в один ствол, его почти не нужно формировать, он предназначен для этого, для выращивания на шпалере. Вот у меня вырос он уже полтора метра, и на нем пасынков почти нет, один там где-то внизу показался. Очень облегченная формировка, он вот идет, 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 и в каждой пазухе огурец, лист, огурец, лист, огурец, лист, огурец. Все, я там даже с ним не заморачиваюсь, я его по веревочке пустила, и все. Но ведь есть кустовые огурцы, которые вот так вот высадишь, и он в высоту-то не сильно полезет, он полезет туда, сюда, 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 звездой, как монгольский карлик. Обычно кустовые высаживают, они как индивидуалы, вот я часто видела, их высаживают всякие в бочки, даже в большие кашпо, в такие, как бы сказать, ну, в такие емкости индивидуальные, вот высаживают два или три семечка, смотрят, если им не тесно, оставляют два, третий убирают, самое слабое, и он вот таким вот кустом, ну, как знаете, наподобие петунии, вот такой вот шар зеленый, и там везде огурчики. Все, вот это о том, какое расстояние оставлять между огурцами, между лунками. Это вы сами решаете, смотря какой сорт, смотря как будете выращивать, иногда, может быть, воткнете один огурец, и он будет расти вот так шапкой. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Сегодня уж не буду говорить, что в лунку заправлять, и как определять дату высадки, потому что меня град тут немножко сбил, мой режим. Пришлось немножко побегать два раза от дождя и от града. Завтра встану утром, и на свежую голову все расскажу, потому что я еще тоже один ряд не досадила огурцов. Буду завтра высаживать, и покажу, что я заправляю в лунку, а чаще всего ничего, как готовить грунт, чтобы ничего туда не добавлять, и как узнать, пора ли высаживать огурцы в открытый грунт. Все, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова